Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим на интереснейшую тему о искажении христианства. Как так произошло, что из прекрасной веры получилась столь интересная религия? Будем выражаться политкорректным языком. Значит, изначально идея Христа, все, что мы видим, все, с чем Он пришел, все, что Он выразил в Библии, в Евангелии, в четверо Евангелия, да, это воспоминания о земном пути Христа, прослеживается одна простая идея, одна простая мысль о том, что Господь пришел сюда, на землю, чтобы помочь и спасти человека. Главный пример, который показывает Христос в своей жизни, это не пример страданий, не пример аскетизма, духовности даже не пример. Это пример посвящения своей жизни, посвящения своей жизни всего своего существа, служению людям. Апостолы занимались тем же самым. Апостолы посвятили свою жизнь тем, что сидели в пещерах, вечно там кого-то вымаливали, да, людей, которые там не знают, с кем им контракт заключить, там какой-нибудь, да, поехать в командировку или не поехать, вот этими вот вещами. Они посвятили свою жизнь служению людям. Значит, что происходит? Происходит тоже очень простая вещь. Евангелие начинает всю земную жизнь Христа, начинает разбивать на частности. Вот здесь Христос, значит, находился в таком-то месте, в такое-то время, сказал какие-то слова, начинает разбивать эти слова на составные части, вот такое-то окончание, вот это вот значит, вот такое-то окончание, вот то вот значит. Это целое, понимаете, духовный мир расцветает на этом на всем базисе. Приходится к чему? К тому, что у нас появляется прекрасное такое социальное явление, как духовная жизнь человека. Где там в Евангелии вы нашли про духовную жизнь? Я вообще не знаю. Христос ходил там, проповедовал по различным городам и весям. Он, находясь в горнице, причастил своих апостолов, и сам причастился вином и хлебом, да, которые притворились его кровью. После того, как съел ягненка, Христос съел мясо, вместе со своими учениками вкусно-сытно покушали, потом причастились. Они просто беседовали, Христос им рассказывал на простых, житейских, понятных всем примерах, как нужно жить. И один из прекраснейших примеров, это когда идет еврейский священник, и на дороге лежит раненый человек. Он к нему не прикасается. Почему не прикасается? Он ему не помогает. Почему? А потому что перед совершением служения в еврейском храме, в иудейском, нельзя было священнику ни ово что замараться, ни ово что нечистое. Человек раненый, стекал кровью. Следом идет диакон. Та же самая ситуация проходит мимо. Христос приводит эту ситуацию, не знаю, реальная она была, либо он просто объяснял ученикам на примере, как себя нужно вести. Он нам рассказывает, что закон ставится выше обычных человеческих взаимоотношений, обычной взаимовыручки. Что мы сейчас наблюдаем? Зашли в храм, три раза покрестились, направо, налево, вперед, поклонились, перешли двери храма, снова покрестились три раза, подошли к иконам, центральные иконы две, Богородица, Христос, приложились. Если священник в алтарь пошел, перекрестился перед вратами диаконскими, приложился к хвостику, зашел в алтарь, там 157 ритуалов провел, если не больше. Поясочек завязал, молитовку прочитал, ручки помыл, молитовку прочитал. 157 молитвок прочитал, пока просто отслужил. Вся жизнь христианина, нынешнего христианина превратилась в исполнение, тупое исполнение ритуала. О взаимовыручке, взаимопомощи, о каких-то там человеческих отношениях вообще и речи не ведет. Когда нам заниматься этими человеческими отношениями? Боже помилуй, у нас вот утром молитвенное правило, вечером молитвенное правило, днем нужно почитать псалтырь, еще мы постимся, да, у нас вон сколько проблем. Христос со своей проповедью о помощи ближней. Что тут рассказывать ерунду какую-то? В чем был посыл Христа? В чем его главный подвиг? То, с чего я начал это повествование? Помощь ближней, жизнь ради ближних. И Христос показал нам пример, которому мы должны последовать. Не том, не тем, что он на крест зашел. Посмотрите шире на эту ситуацию. То, начиная там, какой крест был, Т-образный, или просто стоп, или крест, и вот к этому привязывают целую богословские концепции у них расходятся. Какая разница, как там был распад Христос? Какая разница, что там вообще-то к нему предшествовало? Игуда там, Игуда апостола. Смысл в чем? Что Господь посвятил свою жизнь в служении людям. Он напомнил людям о том, что он нас любит. О том, что наш Бог, это не Бог гнева, зла, мести, ненависти. Это Бог любви. Вот он, пример Христа. Не нужно раскладывать Христа, понимаете, препарировать его на запчасти. Вот это выяснять, где, в какой ситуации, как Христос поступил. И усматривать в этом какие-то предлоги, знаете, духовной, супер какой-то сверхъестественной метафизической жизни. Там все очень просто. На все Евангелие, на все христианство нужно смотреть в целом. Вся жизнь Христа посвящена служению людям. Понимаете? Христос вообще постился-то один раз за три года, насколько там сказано. Вот на срок не в пустыне удалился. Господам нашим, товарищам, которые считают, что если они себя заморят постом, то это их приведет к каким-то нереальным духовным там этим самым откровениям. Да, и они победят свои страсти. Вот это главная, основная часть. Христианство было изменено. Христос был понят неправильно. Вместо того, чтобы воспринять весь, все служение Христа в целом, разложили на составные части. В каждой составной части усмотрели что-то интересненькое. И из этого интересненького целую аскетику там написали, напридумывали. Вот. Понимаете, в чем смысл? Это первая часть нашего писания. Зачем это было сделано? Небольшая ремарочка. Сейчас приемка. Вторая небольшая ремарочка. Зачем это было сделано? Дело в том, что когда человек начинает жить вот этой настоящей духовной жизнью, пронизанной аскетикой, человек ослабляется. Во-первых, он не приносит пользу общества. Во-вторых, это разделяет. Вспомните своих, если вы имели такое счастье, или в скобочках, несчастье, наверное, да, общаться с истинно верующими. Вы попробуйте зайдите в комнату, где бабушка, или тетенька, или дяденька молитвенные правила утром совершает. Он вас так пошлет, мало не покажется. Вот эта вот агрессивность религиозная. Он совершает правила. Он стяжает благодать Духа Святого. Ты чего мешаешь человеку стяжать, да? Ты в телевизор смотришь, в деньги играешь, там шашлыки жрешь, а тут человек спасается. Понимаете? То есть, во-первых, вот эта вся духовная жизнь, она отделяет человека. Она его обозляет, она его отделяет от социума. И самое главное, что она делает слабым. Люди, которые сверхрелигиозные, вы попробуйте им слово, скажите просто так. Вы попробуйте с ними о чем-нибудь спорить начать. Там сначала полетит слюна, потом зубы, потом ваш череп расколется в ближайшую стену. Они абсолютно нетерпимы ни к чему. Абсолютно нетерпимы. Это комок ненависти и злобы под личиной, знаете, под пастеролью благополучия. Значит, еще раз говорю, почему это было сделано, почему это было выделено, и это целый пласт возник в духовной жизни. Потому что это очень выгодно. Потому что религия, вместо того, чтобы быть верой, превратилась в один из столпов государственного режима. Это произошло еще в Риме. Всеми нам горячо любимым и известным. Так, ладно, с первой частью закончили. Понятно, да? Еще маленькая ремарочка. Просто мое наблюдение. Вот знаете, тоже касается духовной жизни, аскетики. Я вот когда читал духовных святых отцов, духовных вот этих вот подвижников всех. Знаете, вот у меня такое впечатление сложилось. Наверное, там, ну, какое-то время я все в это безумно верил. Что, знаете, некоторые подвижники были святее Христа. Христос мясо ел, они не ели. Христос вино пил вместе с учениками. Тогда вино стояло на каждом столе. Ну, они ели водичку в день один раз, там, два глотка. Нигде не сказано, что Христос совершал длительных молитв. Они молятся по 20 часов в сутки, 4 часа спят. А некоторые, там, по 23 часа молятся, почитают. Так только на полчасика прикорнулись, и снова у них молитва обдения. Понимаете? Ну, вот читаешь вот это вот все, то, что вот это, конечно, очень интересно. Религиозная литература, жития святых. Ну, вот еще раз говорю, вот у меня лично, я ничего не критикую. Я против чего не выступаю. Но вот у меня лично становится впечатление, что некоторые подвижники вели себя намного святее, чем воплощенный Бог. Как бы вот, нет ли в этом какого-то подвоха, да? Ну, нам это же поставляется в пример, как мы должны жить, чтобы вот у нас все было замечательно тоже.